В Иерусалиме Мы требуем, чтобы газ, который действительно нужно доставлять в страну, очищали в море, как это делают цивилизованные страны. В последние годы все очищают газ в море. Нет причины не делать этого. Это дешевле, это безопаснее. Но наше государство отказывается. Они собираются строить у нас перерабатывающие заводы. Но мы этого не позволим, даже если придется лечь под бульдозерами. Газ из двух крупнейших месторождений, Левьятан и Тамар, обнаруженных в море на шароте Хайфы, планируется доставлять по трубам вглубь страны, в район Кармель и Эмехефер, прибрежную долину к северу от Нитании. В Эмехефер 43 населенных пункта и около 40 тысяч жителей. Это их не первая протестная акция. В начале года прошла демонстрация у дома Узи Ландау, в то время министра инфраструктуры. Теперь жители Эмехефер пытаются докричаться уже до нового правительства. Этот газ отравит весь наш регион. И вторая опасность. В случае взрыва ущерб будет огромный. У нас в районе 8 школ и могут погибнуть тысячи людей. Молодежь, ведущая в этой борьбе. Это наш дом. Это наше будущее. И мы приехали показать, что нам не все равно. Демонстранты ссылаются на нередкие аварии на газовых заводах в Мексике, США и в других странах. Крошечным Израиле последствия подобной аварии или теракта могут быть катастрофическими. Совет по планированию строительства в Израиле рассматривает обе опции для газохранилищ. И на суше, и в море. Окончательное решение ожидалось уже в ноябре. Решение все время откладывается. Мы полагаем, что оно будет принято через 3-4 месяца. Если мы не будем с ним согласны, подадим апелляцию в Высший суд справедливости. Элла Казакова, Гидун Дубинский. Специально для РТН. Израиль.